В Тверском императорском дворце открывается художественная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы. В экспозицию вошло около 50 произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Формат выставки дает уникальную возможность увидеть одновременно взгляд мастеров разных поколений на тему войны. Еще до открытия экспозиции с работами познакомилась и наш корреспондент Наталья Чекет. Каждая работа удачно вписалась в единую сюжетно-образную концепцию выставки. Это одна из самых главных задач, которую ставили и с честью выполнили организаторы. Им удалось соединить разные поколения художников, у которых есть свой взгляд на судьбу простого человека и его роль в истории нашего государства. Мы видим те впечатления, которые передают нам мастера, либо работающие уже именно в военное время, либо мы видим впечатления тех мастеров, художников, которые работали в послевоенное время и доносят до нас все равно эту атмосферу, эту эпоху и вот этот момент войны, момент победы. Особое место экспозиции посвящено женщинам, которые наравне с мужчинами участвовали в боях. Работали в тылу, были разведчицами, партизанками и медсестрами. В центре этой экспозиции представлена картина ленинградского художника, прошедшего всю войну Евсея Моисеенко «Матери и сестры». Это картина, которая посвящена женской доле и по словам и впечатлениям уже многих поколений искусствоведов, даже она считается одним из самых трагических и пронзительных произведений о войне. Часть экспозиции занимает живописные и скульптурные портреты военных, командующих фронтами, героев Советского Союза. На выставке можно увидеть портрет героя Советского Союза Юсупова и, конечно, живописные портреты работы Александра Герасимова, портрет Ворошилова, работы Владимира Серова, портрет Цветкова. Художник Мадора в целом рядом работ представлен. В том числе это портрет маршала Ротмистрова и портрет Пуркаева, который был командующим Калининским фронтом. Эта выставка носит глубоко патриотичный характер, потому что дает возможность через творчество увидеть образ военного поколения. Пройдут столетия, но подвиг народа, увековеченный в произведениях искусства, не забудется никогда. Уверены организаторы экспозиции, которые приглашают посетить картинную галерею с 22 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова